МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Мы приехали на второй объект Юнусабадского района. Это Юнусабадская бывшая свалка, где сейчас производятся строительные работы Юнусабад Бизнес-Сити. Краткая история этого объекта такова. Мы находимся в самом высоком месте города. Севернее нас расположен знаменитый археологический объект Ахтепа-Юнусабад. Это бывшая средневековая крепость, которая функционировала примерно с V по VII век. Впервые была описана знаменитым русским ученым Владимиром Петровичем Наливкиным. Впервые на ней были проведены раскопки в 1940-1941 году Ленинградской археологической экспедиции под управлением знаменитого археолога Тереношкина. И второй раз раскопки проводились в 70-е годы, примерно с 1972 года и где-то по 80-е. Это место в целом называется Отчапар. Это древнее историческое место под Ташкентом, на котором происходили чрезвычайно интересные исторические события. То есть буквально каждый шаг этой местности – это древняя глубокая история, которую надо уважать и сохранять. Вот здесь вы видите новую широкую магистраль, которая называется Янги-Шахар. Это бывшая улица Фальдолы-Хаджаева. Значит, там, где вы видите трубу, это территория бывшего Ташкентского абразивного завода. И история данной свалки началась именно с этого предприятия. Этот завод был эвакуирован в начале Великой Отечественной войны в 1941 году. И перед ним стала задача, куда девать свои токсические отходы. И он стал эти отходы сваливать в рядом расположенный овраг, который шел вдоль улицы Фальдолы-Хаджаева. В данной территории это были колхозные поля, колхозы имени Карла Маркса, который потом был переименован в колхоз имени 50-летия Узбекской ССР. Данные земли были неудобны для сельского хозяйства. Поэтому промышленное производство, первое – это вот завод абразивный, вот он свои токсичные отходы стал сваливать в этот овраг. Вскоре к нему присоединили все окрестные промышленные предприятия, которые стали вывозить свои промышленные отходы в эти углубления, в эти овраги. В середине свалка развивалась, расширялась. Этой горки здесь никогда не было в то время. Эта гора полностью искусственная, она высотой около 19 метров. То есть, когда овраги и все пустоты были засыпаны самым разным мусором, то есть промышленным, строительным, бытовым, стала расти эта гора. Работала эта свалка совершенно официально, то есть это место освещало. Здесь работала техника, бальдозера, которые разравнивали этот мусор. По периметру горы, только что мы, кстати, вышли на бывшую асфальтовую дорогу, прошли по ней. Эта дорога вот так по спирали огибала эту гору и выходила на самый верх. То есть, по мере роста свалки росла и вот эта дорога. В итоге, когда гора достигла вот такой внушительной высоты, и, я говорю, это фактически самое высокое место в городе вообще, свалку решено было законсервировать. И где-то в середине 80-х годов эту свалку засыпали, сделали склоны определенного уклона, как положено. И на много лет эта свалка была как бы заброшена, никем не использовалась. И вот вдруг, в 80-м году, была обнаружена бурная деятельность вот на этой южной части свалки. То есть, было замечено, что идет вскрытие котлована, и грунт имеет серый, черный, то есть, самый разнообразный цвет, совершенно не соответствующий естественному грунту. И в котловане стоял резко выреженный химический запах. Все стеклянные предметы, обнаруженные на котловане, имели яркую стеклянную поверхность, как елочная игрушка. Это говорило о том, что в почве продолжают идти какие-то бурные химические процессы, и на стеклянных предметах осаждается слой каких-то окислов. Значит, компания, которая была создана Ташкентским городским хакимьятом, называлась, и сейчас называется, государственное унитарное предприятие Юнсабад Бизнес Сити, и оно было создано для освоения этой территории. Вся территория свалки составляет примерно 45 гектар. Эта площадь была разбита примерно на 10 участков, и участки были предложены различным иностранным инвесторам. Вот то, что вы видите внизу, это три участка, которые получил свое распоряжение решением хакимьята города, китайская инвестиционная компания HK Investment. И данная компания развила бурную деятельность по снятию слоя земли, по насыпке новых слоев, по уплотнению этих слоев. Все бы хорошо, но заявление о воздействии на окружающую среду, которое предоставила эта компания, оказалось не совсем правильным. То есть, грунты были описаны неверно. То есть, данная горка была описана в этом заявлении как естественный объект, как просто обычная гора. Остальные грунты были описаны как смесь в основном строительного, химически-инертного строительного мусора с небольшой частью бытового мусора, который якобы давно разложился. Не было ни слова сказано о том, что основным содержанием этих грунтов являются высоко токсичные промышленные отходы. Значит, по настоянию общественного совета, государственный комитет был вынужден провести, по экологии я имею в виду, был вынужден провести ряд химических анализов, и самые худшие опасения оправдались, к сожалению. То есть, в грунтах были выявлены весьма значительные концентрации различных промышленных ядов, и, кстати говоря, до сих пор не все из них определены. Промышленные яды делятся по своей токсичности на три группы. Первая группа самая токсичная, вторая средняя токсичность и третья малотоксичная. Так вот, в основном были выявлены элементы второй группы, а элементы первой группы, они были токсичные, так и не были почему-то определены. Вот что мы, общественный совет, до сих пор не можем добиться от лаборатории. Китайские товарищи были предупреждены о том, что их грунты содержат токсичные вещества, что прежде чем на этом месте что-то строить, все грунты должны быть выбраны и выведены на специальный полигон. А для таких грунтов существует единственный полигон в республике, это Джазахская область, район города Фариш. И, тем не менее, распоряжение Государственного комитета до сегодняшнего дня фирма застройщик не выполнила. Грунты, ядовитые грунты, не были вывезены на специализированный полигон. И вот вы видите, стоят подъемные краны, которые, видимо, скоро начнется уже капитальное строительство. И нам так и не ясно, остались ли эти грунты вот под этой насыпной, уплотненной площадкой. Ну, несмотря на то, что от китайских товарищей было получено личное обещание о том, что будет позволено сделать все необходимые дополнительные анализы, когда мы приехали сюда на место и стали вести разговор о том, что там надо проводить пробные бурения, нам в этом фактически было отказано. То есть, на словах одной, на деле, к сожалению, происходит нечто другое. В отношении, опять возвращаясь, горки Ахтепа и Мусаба. Рядом с этой горкой была вот эта крепость, древняя крепость, была окружена рвом, который заливался водой. Вода поступала через древний арык, который археологи называют арык Ахтепа, а местные жители называют арык Хасан. Этот арык Хасан шел от Босу, мимо крепости и дальше вниз. То есть, от этого арыка снабжалась водой вся окрестная территория. Так вот, строители не нашли ничего лучшего, как засыпать этот древний арык. И таким образом, арык, который входил в комплект к этому археологическому памятнику, хотя и не находился на охраняемой территории, а находился рядом, тем не менее, он представлял, по мнению археологов, представлял определенную историческую ценность. Но, к сожалению, на сегодняшний день этот арык полностью засыпан. На этой местности, не только здесь, работала геологическая экспедиция «Краснохолмск геология». Она проводила разные экологические анализы на территории Ташкента. И вот это место было определено, как самое максимально загрязненное в богатых фенол. Дело в том, что вот эти отходы абразивного завода, они во многом состоят из фенолформулегидной смолы, которая является естественным источником этого газа. И газ настолько тактичный, что, возможно, деревьев не выдержали этого. То, что вы видите, елочки, это привезли недавно. Это городок, построенный для рабочих. Это столовая и общежитие. Эта территория китайцам не принадлежит, но вот почему-то им эту территорию... Да, эту территорию им выделили почему-то. Очень интересное место, вот эти два крайние ряда улицы. Надо обязательно подойти, посмотреть сверху, что там творится. Мурат, вот типичная работа черных копателей. Видите, как интересно. То есть, вот они ищут в этих ямах, они ищут металл, ну, все, что... В основном металл ищут. А то, что вы видите, это как раз вот асфальт, вот это как раз дорога, вон она и продолжается. Она специально сделана для этой горки, что ли? Да, конечно, эта дорога делает, чтобы завозить мусор на горку. Вот здесь мы сейчас прошлись через свалку и мусорбат. Спустили здесь вот возле абразивного завода. Бывшие дома, барачные дома здесь имеются для бывших сотрудников. Этого завода, вот сейчас эти должны были по отчетам, как я делал, что вы должны переселить, но сейчас люди живут. До сих пор не получили, не все. Мы на большом себе живем. Мы находимся с ним, разрушено. Мы проживаем в таких барачных домах под общей крышей. Большая семья, многие не подходят. Копли эту уровень, приятно. Да, потому что это вся территория теперь принадлежит инфобат-бизнесе. То есть инвестор, вот эта китайская фирма, должна оплатить покупку нового жилья людям. Заметно. Да, люди говорили, что им сначала обещали, якобы, все слова, что обещали по 16 квадратных метров. По социальному меню, да? Да, по нормам, да. А когда стали выдавать, получилось, что многим семьям не дают необходимую жилплощадь. И там, например, на семью из 5-6 человек дают всю двухкомнатную квартиру, при том, что дети разнополые. Здесь, как получается, многие при сносе за расчеты идут, что вот какая-то квартира проходит под общей крышей. Всегда и нету. Получается, компенсация, сколько у них комнат, столько и предоставляет, якобы. А по социальным нормам здесь проживает несколько семей. Прописанных много, по социальным должен быть хотя бы не ниже 16 квадратных метров на каждом члену семьи. В экскурсии 31-го мы здесь тоже, жители сказали, что порядка 150 семей, то ли 150 человек осталось, что до сих пор не расселены. Кем выберут? Алибер Мадаматворк. Заводишь вот, хокемедр. Безеки и кихонады еще вот, да? Штаб танкина хол хокемедриндашмадр? Штаб танкину, сейчас бежим. Немного и демократа, как выйти, все это будет. Есть. Адолиевры, рекомендов-рага, раши, бурганы-бурганы-бурганы-боа, Юлифт, который кипит, неанного. У нас есть при чем-то. И давайте быстро, чтобы убегать и кухню, белори-бурганы-бурганы, здесь находится штурмала. У нас здесь поднимается? У нас здесь. Возрождание балла, ты даже не пустой? На этом не пустой, – это пустой. У нас здесь, как у нас здесь есть при этом. Да? Так, что вы сказали, что у вас есть родители. Какого-то было, что это было? Какого-то было, что было? Я не знаю, как мы тут, я был в кокорту. Я был в менте, так я не знал. Тогда вы дали именно это, не было такое, или только что ли, или это такое? Да, это было. Да, да. Да, это было. Какие люди говорят? Да, они говорят, что это было. Это они looks как? Пусть в классе были? Да. Затем находишься в жанге. Окей. Я думаю, что я думал, что это делается на ночь. Я имею в виду правую основу, что я не покажу. Вы должны выполнить поэтому, и вы должны выполнить их. Раскрыто делаю вам и тем какой-то. Продолжение следует...